Сегодня опять говорим про цену биткоина. И да, мне грустно об этом говорить, но да, вы прочитали название правильно. Всё сейчас выглядит довольно уродливо для биткоина. Но вопрос сейчас такой, что произойдёт с биткоином дальше? Вчера я сделал шаг назад, смотрел на графики и ждал, что они мне скажут. И теперь у нас есть чёткий ответ. Сейчас же давайте перейдём прямо на графики, и я расскажу вам про следующее движение на биткоине. Как вы видите, что-то сумасшедшее произошло сегодня. Сегодня я расскажу про то, какие следующие шаги будут на биткоине. Каких целей мы можем ожидать? Пойдём мы наверх или вниз? Ответ на этот вопрос может вас удивить. Оставайтесь со мной до самого конца и ставьте лайк для нового рекорда. На последнем видео мы побили все рекорды, и давайте повторим это. Огромное спасибо за это. Я просто обожаю вашу поддержку. Вы делаете каждый мой день. Именно за счёт вас я просыпаюсь каждое утро с улыбкой на лице. Я тут, конечно же, голыми ногами стою после муай-тай и делаю видео для вас. По сути, прямо в океане, как вы видите. И сейчас давайте перейдём прямо к контенту. И как обычно, ставьте лайки. Сейчас же давайте поговорим про цену биткоина. Как вы видите, мы на четырёхчасовых свечах на биткоине. И мы только что пробились через поддержку. Я постил об этом в Твиттере. Кстати, обязательно подписывайтесь на меня там. ММ Крипто с галочкой. Огромное предупреждение насчёт биткоина. Давайте даже покажу вам, что я там наговорил. Эмм... Как вы видите, я постил это прямо, когда мы пробились. И сейчас биткоин споткнулся. И вопрос, почему? И на это у меня есть довольно чёткий ответ. И дайте-ка удалю тут всё лишнее. Если немного отдалить, вы всё увидите. Давайте даже перейду на дневные свечи. Чтобы вам всё стало ясно. Сейчас повторяется старая история. Мы опять ударились о нисходящее сопротивление. Вот таким образом вам станет ясно. Как вы видите, биткоин не только коснулся нашего горизонтального сопротивления, но также он коснулся и нисходящего сопротивления. И прямо сейчас мы уходим ниже. И вопрос такой, когда это закончится? Когда же мы наконец развернёмся и пойдём наверх? Это именно то, о чём я и хотел рассказать сегодня. Есть кое-что, о чём я уже ранее говорил. Вещи, которые я говорил ранее, это высчитанная цена, которая есть у нас из этого восходящего треугольника. Но это не единственное, о чём я хотел поговорить. Но пока давайте об этом. Итак, это цель, которую мы теоретически можем ожидать из этого прорыва. Конечно, можно начать высчитывать её отсюда. Но самый консервативный вариант – это начать высчитывать отсюда. Мы же для начала посмотрим на неконсервативный. Но ещё раз, ребята, я не собираюсь шортить на этом. Я пересижу это, потому что разворот неизбежен на биткоине. Итак, как вы видите, это может, и это мой самый худший сценарий, может привести к двойному дну, что в конечном итоге может привести к появлению W-паттерна и прорыва через W, который приведёт нас всё ещё к уровню в 47 тысяч долларов. Произойти это должно после небольшого дампа, после чего мы можем получить большой памп, который произойдёт за счёт прорыва из W. Это мой самый вероятный сценарий прямо сейчас на биткоине. Определённо, стоит воспринимать это с сомнением. И сейчас вопрос такой, как торговать на этом? Может быть это, может быть то, и появляется вопрос, а как вообще на этом торговать-то? Как получить прибыль из этой ситуации? Опять же, я не собираюсь шортить на этом биткоин-дампе. Я не шортил до этого, и не буду шортить в будущем. Мне просто не нравится сама концепция этого. В любом случае, биткоин в долгосроке пойдёт наверх. Зелёных свечей гораздо больше, чем красных. И для меня это просто неррационально. Причём упасть мы можем на 100%, а подняться куда угодно. В общем, для меня это просто не работает. Но вот что я хочу сделать. Развернёмся мы сейчас, или сначала упадём, и потом развернёмся. Я буду ждать прорыва через уровень в 39 тысяч долларов. В момент, когда мы пробьёмся через уровень в 39 тысяч долларов, закроем четырёхчасовую свечу, хотя даже не так. Это будет дневной паттерн, значит, дневную свечу снаружи, выше уровня в 39 тысяч. Тогда я встану в мультимиллионный лонг на биткоине. Конечно же, с правильными стопами. И буду забирать прибыль перед следующим сопротивлением, в 42 тысячи долларов. Даже 41 с половиной. И затем уже перед уровнем в 47 тысяч долларов за один биткоин. Вот ещё кое-что, о чём я хотел поговорить. Кстати, внизу в описании, если вы пролистаете вниз, вы найдёте ссылки на 4100 бонусов. Спускаетесь вниз, переходите по ссылке на Bybit, регистрируетесь, вносите ваш депозит, и после этого сможете получить свой бонус. И всё это совершенно бесплатно. С помощью этого бонуса вы сможете торговать и вывести всю прибыль от этого трейда. Иногда это слишком уж просто выглядит. Поэтому я хочу вас предупредить. Делайте это только если вы опытный трейдер. Но в любом случае, внизу в описании есть для вас хорошая возможность. Также вот о чём я хотел поговорить. Не только о биткоине, но и также об альткоинах. Если вы хотите, чтобы я рассказывал больше про альткоины, и также про NFT, пишите внизу в комментариях. Комментарии именно для этого созданы, чтобы получать ваш фидбэк. Так что оставляйте внизу ваш любимый альткоин, NFT и прочее. Если я увижу большой спрос на что-либо, я обязательно сделаю про это видео. Конечно, я хочу дать вам, ребята, то, что вы хотите, но также я хочу, чтобы это было максимально ценно. А самое ценное у нас биткоин. Спасибо за просмотр и спасибо всем участникам ВИПАДы. Мы работаем для вас сутками, чтобы вы получали новые IDO. Все холдеры ВИПАДы. Ну и, конечно, бесплатные токены. Спасибо за просмотр и мы увидимся совсем скоро в новом видео на ММКрипте. И как обычно, ребята, пока-пока.